И время стало пеком черным, блуждает стрелки обреченным. И как фальшивая струна звенит зловещая война. И жизнь слилась в одни лишь беды. И так не скоро-то победы, но надо ждать, терпеть, любить, чтоб выжить, чтобы победить. В едином выставочном пространстве представлены работы нескольких поколений художников, в том числе художников-фронтовиков. Живопись Акима Арбузова искренняя и достоверная, а графика Аркадия Платицына – как пленка отснятого кинофильма, где каждый кадр – история, которую нельзя переписать. Ее нужно помнить. Помнит историю своей семьи и Анатолий Фалеев. На выставке представлены две его работы – «Березовый сок» и «Портрет деда», который пропал без вести в 1942-м. Остались лишь несколько фотографий. Фоном служит черная стена, как черные дни войны. Он под стойки почти что смирно. У него не было никакого звания, даже рядового. Он был как вольно определяющийся. Призвали в армию, и его поместили в госпиталь, то есть подсобным рабочим в госпитале. И в 1942 году, когда налетели немецкие фашистские самолеты, они разбомбили все. Каждая работа – рассказ о судьбах людей военного времени. Свои наброски, еще будучи учеником художественной школы, делал и отец Виктор Лисюнин. Для него сохранившиеся работы стали сюрпризом. Однажды, когда меня пригласили выступить в Дню Победы на Первомайской площади, молодежный театр несколько лет тому назад проводил, каждый год проводят там мероприятия. Вдруг была выставка, и на этой выставке я вдруг вижу какую-то знакомую работу. И думаю, наверное, какой-то художественной, что такое знакомый-знакомый. А когда я увидел фамилию и увидел, что там написано «Лисюнин В. 14 лет», я думаю, неужели есть… А, «Лисюнин В. 14 лет», я думаю, неужели однофамилец мой есть сейчас, который это пишет сейчас. Оказывается, старые работы 30-летней давности были явлены в этом сквере на Первомайской площади. Экспозиция подчеркивает преемственность поколений тамбовских художников, объединенных исторической памятью о годах Великой Отечественной войны. А также она дает возможность посетителям почувствовать силу и мощь русского характера. Елена Хромова, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. Продолжение следует...